Всем привет! Меня зовут Артур. Я занимаюсь фронт-энд разработкой в почте. И у нас в почте есть библиотека UI-компонентов. Ей пользуются больше 15 разработчиков самой почте, а также разработчики из Облака и других проектов. И вот эта вся толпа разработчиков активно участвует в развитии библиотеки. И каждый разработчик, даже стажер, которого мы взяли вчера, может сделать свой вклад в развитие библиотеки. И сегодня я расскажу о том, как мы с этим всем живем, и как мы при этом это все не ломаем. Но сначала небольшой вопрос. Поднимите, пожалуйста, руку, кто сегодня написал тест. Вот, видите, как ужасно. Прям страшно за фронт-энд. Вот. Получается, что люди, которые сейчас не подняли руку, либо, как я понимаю, либо сегодня не работали, либо при разработке не используют тесты. Вот. Как бы и то, и другое не очень. И, в принципе, это неудивительно. У меня вообще складывается впечатление, что фронт-энд разработчики, какие-то очень суеверные люди, потому что я очень много раз, например, видел, когда внедряли систему тестирования и оставались удовлетворенными на том, что вот написали такой тест и все, в принципе, зачем еще что-то делать. Вот. У нас ситуация была чуть получше. У нас было почти 400 постоянно проходящих юнит-тестов. Но, тем не менее, мы все равно умудрялись ломать эту библиотеку. И разработчик какого-нибудь проекта носил изменения для себя. Все это попадало в мастер. Другой разработчик обновлялся. И у него ломался проект. Чаще всего ломалась верстка. Мы захотели с этим что-то сделать. И вот что мы выяснили. Оказывается, в современной UI-библиотеке, помимо джаваскрипта, есть еще какой-то CSS-код. И в нашей библиотеке его оказалось вообще больше, чем джаваскрипта. Больше половины. И мы захотели протестировать еще и CSS-код, помимо джаваскрипта. Как тестируется CSS-код? Обычно это тестирование скриншотами. То есть мы фоткаем нормальное состояние нашей верстки. Сохраняем это как эталон. А затем при каждом обновлении библиотеки, при каждом изменении сравниваем с эталоном. Ну вот, мы решили это сделать. Нужно было выбрать инструмент. Также нетривиальная вещь, что мы, собственно, будем тестировать. Что будем фоткать. И также нужно, чтобы это работало на каждой платформе, работало у разработчика, а также работало в том месте, где у нас гоняется наш continuous integration со всеми этими тестами. В качестве инструмента мы выбрали Backstop.js. Вкратце расскажу, почему. Во-первых, у него простейший конфиг. Сценарий для него пишется прямо в конфиге. Просто в JSON перечисляется список урлок, на который надо сходить и сфоткать. Затем он работает с настоящим браузером Chrome, но при этом работает с ним напрямую, а не через Selenium, что дает какие-то намеки на производительность. И весь Backstop.js написан полностью на JavaScript.js, и он очень легко ставится локально и запускается локально. Ну и, наконец, у него есть понятные визуальные отчеты, где можно по прогону сразу понять, что конкретно сломалось в верстке. Следующая немаловажная проблема, с которой мы столкнулись, это что, собственно, тестировать. У нас разработка до этого библиотеки велась следующим образом. То есть разработчик берет, скачивает себе два репозитория, потом связывает их с имлинком и делает изменения в одном и в другом. Тестирует все в проекте, где-то там куда-то заходит, где ему надо, и там доделывает библиотеку. Затем отправляет мерз-реквест, и другой разработчик ревьювит, все сливается в мастер и так далее. Вот получается так, что у библиотеки нечего посмотреть, нечего пощупать. То есть у нее нет никакого интерфейса, и фоткать, соответственно, тоже нечего. С этой проблемой отлично справляется React Storybook. Это инструмент для тестирования и разработки ряд компонентов. И не только React, сейчас он умеет и другие фреймворки поддерживать в библиотеке. В чем особенность? Разработчик берет и создает на каждое состояние компонента по так называемой Story. То есть маленький примерчик использования. И затем на этот примерчик он смотрит отдельно, отвязанно от всяких API-шек, и там просто тупые компоненты, которые очень легко использовать. Помимо этого из коробки есть hotmodule replacement. То есть любые изменения, которые он делает, он сразу видит моментально в браузере, ни на что не отвлекается. Эту же штуку можно использовать как документацию. То есть после того, как все наши примеры зафиксированы, можно потом взять и просто посмотреть на эти примеры и понять, что вообще библиотека может делать. Ну и для тестирования скриншотов самое важное, что она дает, это с помощью небольшой магии с урлом можно в нужное место вставить iframe HTML, и весь интерфейс Storybook исчезнет. И это просто идеальная цель для того, чтобы снять скриншот. И еще одна офигенная вещь, которая там есть, это то, что с помощью API Storybook, который есть у него, можно взять, пробежаться по каждому компоненту, который у нас есть, взять каждое состояние и автоматически сгенерировать для него сценарий для бэкстопа. То есть в итоге мы получаем так, что у нас тесты создаются автоматически. То есть разработчик ничего не делает для того, чтобы использовать тестирование скриншотами. Ему нужно просто ввести разработку в Storybook, а это удобнее, чем ввести разработку в отдельном проекте. Ну и еще одна проблема, это платформа независимость, чтобы все это работало и в CI, и у разработчика. Мы для этого просто использовали докер, засунули туда бэкстоп.js с хромом, и вы можете… мы его запаблишили прямо в публичном Docker Hub, потому что там ничего нет секретного, только хром и бэкстоп. И вы можете скачать по этой ссылке и тоже его использовать. Если кто не успеет, я потом еще раз ее покажу. Что мы имеем в итоге? В итоге у нас есть удобное средство разработки с CodeModel Replacement и со всем остальным, которое никак не связано с проектами, и можно удобно разрабатывать библиотеку. Во-вторых, мы имеем настоящее N2N тестирование, так как тестирование скриншотами покрывает не только CSS, но и JS, так как оно полностью заставляет браузер показать ваши компоненты, прогоняя все, что там есть. И что самое главное, разработчику для этого ничего не надо делать. Он просто ведет разработку, и у него автоматически появляются тесты. К этому всего можно добавить линтер, TypeScript и еще что-нибудь, чтобы избежать каких-то вещей, которые на скриншотах не видны. Ну и, собственно, и сами тесты тоже можно добавить, обычные юниты. И я хотел бы тут добавить то, что я не считаю, что писать тесты — это плохо. Просто если вам их лень писать или какие-то другие причины, по которым вы не можете это делать, то вот такая система тестирования будет явно хуже, чем то, о чем я рассказал. У нас же наша библиотека покрыта полностью тестами на 100%, юнитами, для того, чтобы какие-то вещи тестировать, что не видно на скриншотах. Еще бы хотел пары ссылочек добавить. Есть статья на Medium, которая называется Storybook Driven Development. Это как бы основа вдохновения вот этого всего, того, что мы сделали. Можно ее почитать. Также мы в процессе разработки столкнулись с проблемой с отступами. И нам также помогла вот эта статья, вторая на Medium, чтобы понять, как нам организовать отступы, в том числе и для того, чтобы их тестировать, так как отступы очень плохо видно на скриншотах, либо это очень тяжело именно Storybook покрывать. Ну и ссылочка на инструменты, которые я использовал. Надеюсь, в конце будет презентация. В конце презентации будет выложена ссылочка на них. И если нет, то можете написать мне в Telegram. Я с удовольствием поделюсь с вами информацией. У меня все. Спасибо.